Девушки отдыхают Не могла, чем закончится его Вояж в Москву. Теперь у него Новая жизнь, новый паспорт, новая Жена и новый ребенок. И будто Раньше ничего не было Я сам детдома. Когда вообще зашла речь О принятии Детей, свою семью из детдома Я сразу же согласился, поскольку я знаю, что такое Сиротский хлеб. Что движет приемными Родителями? Благородство и милосердие Или корысть? Это не всегда ясно. Ведь деньги За детей можно потратить И на себя Это была моя лучшая подруга с детства Поэтому ты живешь с моим мужем Жена несколько лет работала в Германии Переезд мужа тоже планировали Каково же было удивление женщины Когда она вернулась и обнаружила Что муж с ней давно развелся Квартиру ее родителей приватизировал На себя и живет в ней с новой семьей Истец Эсмирага Бдулхаева обратилась в суд С иском о признании брака ее мужа недействительным Поскольку брак заключен с нарушением закона Ответчики Салтан Габдулхаев и Екатерина Ермилова С иском не согласны Слушается дело По иску о признании брака недействительным На основании того, что брак заключен с нарушением закона Истец Габдулхаева Асмира Закировна Ответчик Габдулхаев Салтан Илмурадович И второй ответчик Ермилова Екатерина Владимировна Пожалуйста, истец, я вас слушаю Здравствуйте, Ваша честь Прошу вас признать их брак недействительным Потому что у меня на руках Свидетельство о заключении брака со мной Он не расторгался Мой муж Мы вместе прожили То есть ответчик является вашим мужем Моим официальным мужем Да Как по нашим законам Так и гражданским законам Бывший мужем Не бывший Вот у меня свидетельство о заключении брака Мы вступили в брак Мы вступили в брак 10 лет назад 10 лет назад В котором указывалось, что принимают на работу только холостых мужчин От 25 до 35 лет Муж позвонил Его пригласили на работу Мы собрали семейный совет Дома Он же хотел развестись со мной Естественно, наша родня вся сказала Никакого развода тебе не будет Езжай У нас все было по согласию И ищи другую работу Ты помолчи, пожалуйста А замечания здесь делаю я Простите Тем не менее, ответчик Не мешайте ИСУ выступать Прошу прощения Уехал, звонил Да, сначала отправлял денежку А потом он мне сообщил Что он хочет фиктивно жениться На москвичке Да Сказал, мне нужно Мне нужно деньги Немножко ей заплатить Так как фиктивный брак Нужно заплатить ей денежку Ну я говорю Хорошо, раз фиктивно Хорошо, если вы состоите в браке Как вы могли дать согласие На другой брак Ну он обещал Он говорит Я сделаю себе гражданство Вас всех перевезу сюда Ждем и не дождемся А вы не понимаете Что это нарушение закона Ваша честь Что за дела? Как эффективный брак? Вообще Что ты тут милишь? Выступает истец Остальные молчат Простите Он мне сказал Что мне сейчас нужны деньги Ему нужны деньги Пока временно Я вам не могу Отправлять эти денежки Я говорю Хорошо Ждем месяц Ждем два И вот так вот прошло полтора года Устала я ждать Да Потому что детей мне кормить надо Мне их одевать надо Они же растут Ваша честь Я тебе помогал Полтора года помогал Ты мне помогал три месяца Три первых месяца Полтора года Это тебе кажется три месяца У меня есть в телефоне СМС-оповещение О его переводах Решила я поехать за ним В Москву В Москву Я взяла детей Хотела оставить Вот Но мне родители сказали Мои Забирай своих детей И езжай к мужу Решай свои проблемы Сама Конечно Потому что Раз я вышла замуж То все Он мой муж Дети Это моя вся семья И все Родители не вмешиваются Мы с тобой в разводе находимся Не надо обманывать Мы не в разводе Дорогой Мы в разводе находимся Да Документы я предоставлю Судье Пожалуйста Предоставляйте документы Коль скоро вы о них заговорили Да Пожалуйста Свидетельство о браке у вас имеется Свидетельство о браке Вот объявления Какие объявления? Объявления по поводу работы По которому объявления Да И свидетельство о рождении всех детей И свидетельство о рождении всех детей Да Деток я привезла сюда всех Двое сейчас заболели А остальные Здесь со мной трое Слава богу Здесь есть наши земляки В Москве Они меня приютили Да Нашла я мужа Прихожу к нему Стучусь в дверь Он открывает И чуть ли Извините меня Чуть ли не пинком Меня оттуда Да Мол уходи Сейчас увидит Женушка его Я сплю на кухне У нас с ней нет Интимных отношений Сплю на кухне Ах ты на кухне спишь Да И сказал мне что Ну вот так вот Фиктивно якобы Живет он там Да Что ты все рассказываешь Врет она Она все врет Сейчас мы узнаем Кто из вас врет Хорошо Переходим тогда К ответчику Пожалуйста Кто первый выступает Я Ваша честь Поясните пожалуйста В брак вступали с истцом Мы с ней Жили Жили Десять лет назад Мы с ней поженились Десять лет назад поженились Эти десять моих Несчастных лет прошло А были счастливые У нас в Узбекистане Принято такое Ну как бы обычая Выдают девушку Замуж И Женят Парня Обычно 90-95 процентов Выбирают родители Вот Поэтому мы с тобой Никакой любви У меня к тебе не было Понимаешь А пять детей-то у вас есть при этом А любовь Морковь У меня дети есть Естественно Я их тоже люблю Я просто Кать Я извиняюсь Я просто не считал Нужным тебе Ничего себе не считал Нужным Ты вообще молодец Нет и молодец Подожди Я тебя прошу Об остальных троих Я тебе вообще не считал Нужным говорить У меня Я Еще одну Об остальных троих Еще у вас не строить Десять что ли Я ее люблю Я ее люблю Поэтому Да Люблю Тебя не спрашивают Что это Уже высказала А где же моя А где же любовь ко мне Где У нас этого и не было Ваша честь Разрешите Пусть детки войдут Пусть он при детях Расскажет это все Спасибо Мы сюда приведут Замечательно Зовите пожалуйста Подождите Чего подожди Чего подожди Объясню Вот это что Дети твои что ли Это мои дети Вот Вот мои дети Вот Сейчас Еще я ищу твоих детей Да Забирай Своего Это мой Это мой Кошмар Бориля 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 Вон Бориля Бориля Ты посмотри Забирай детей Он тебе нужен Значит Забирай Да еще неизвестно Чьи это дети Я буду Я буду Ответчик Свидетельство О рождении Во всех свидетельствах О рождении Указано Что дети Ответчику Ты господи Ты боже мой Ребенок без мамы Забирайте Забирайте Оговорите Забирай ребенка Видите Не хочет он Ну они Естественно Обижены Ваша честь Я Ваши дети Ответчику Они мои дети Да Я не отрицаю Я полюбил И ее ребенка Давайте только Подождите Ответчик про любовь Мы чуть позже Давайте все таки Я думаю Что вашим детям Совершенно необязательно Слушать про Все остальные Обстоятельства По делу Поэтому пожалуйста Я прошу Дети пусть Останутся в коридоре Хорошо Я только Зал Борели еще Да лучше Пускай слушали Теперь Пожалуйста Пролюб Я когда приехал сюда Я думал Что я потерял Паспорт Поэтому Сделал в посольстве Новый паспорт Написал заявление Мне сделали Новый паспорт А потом Выяснилось Что я забыл Его дома Поэтому Когда я приехал сюда Встретил Катю мою И я ее Действительно Полюбил Я тебя Реально люблю Молодец Держать Нажима Мужика Нормально Чужих Не надо забирать Кать Я Я просто Ей не говорил Не договаривал Что у меня Пятеро Я боялся Что я Катьку Потеряю Поэтому Я ей сказал Что у меня Двое детей Потеряешь Потеряешь Слушай Я тебя искренне люблю Посмотри на мои честные глаза Посмотри Да Можешь еще диванчик принести И сюда разляжетесь Хорошо Пожалуйста Слушаем Екатерина Владимировна Вас Пожалуйста Ваша честь Я вообще Конечно От всего происходящего Просто в шоке Я знала Знала Что он был женат Предполагала Не предполагала Знала Что есть дети Но двое Но не пятеро же Он мне когда Приложение делал Я действительно Он такой ласковый Нежный Сына моего полюбил Я думаю Вот заботливый мужчина Не то что наши русские Могут только водку пить И там где-то По баням ходить Он молодец Он молодец Умница На стройке работает Хорошо Естественно У вас есть паспорт Вашего мужа? Да Ваша честь Паспорт у меня на руках Это тот паспорт Который потерянный? Да Да Это тот паспорт Здесь есть Есть печать Да О заключении нашего брака Угу Пожалуйста Печать Сидите Да Все зависит Все как положено Молодец Вот Свидетельство О браке Будьте добры Передайте пожалуйста Пожалуйста На обозрение суду Я вернусь Ваша честь Нас бы никто не расписал Если бы он был женатый Понимаете Вот Свидетельство о браке Так Понятно Заберите пожалуйста Передайте Так Ответчики У меня к вам вопрос Спасибо Заявлен иск О признании брака Недействительным Так как он заключен С нарушением закона Вы не сказали мне Ваше отношение к иску Вы с иском согласны? Я не согласен Вы не согласны? Не согласен Екатерина Владимировна Ваше отношение к иску? Я вообще не согласна Я вообще не понимаю Мне кажется Она все врет Или вообще по идее Она врет Или если уже сейчас Все выяснится Передайте пожалуйста Кто из вас врет Так ответчики У вас имеется свидетельство О заключении брака? Вот свидетельство О заключении брака Передайте пожалуйста Кто бы у нас расписал Если бы было все это неправда Значит она врет Или ты и врешь Кто из вас врет? Она врет А суд разберет Ты мне значит врал Сыну мою Суд удаляется Для вынесения решения Я не врет Далее в программе Я сам детдом Когда вообще зашла речь О принятии детей В свою семью из детдома Я сразу же согласился Поскольку я знаю Что такое сиротский хлеб Государство платит людям Которые берут в семью Приемных детей Но всегда ли эти деньги Тратятся по назначению? Вот вопрос С которым должен Разобраться суд Это была моя лучшая подруга С детства Поэтому ты живешь Моим мужем Женщина утверждает Что муж Мошенническим путем Завладел ее квартирой Тайно развелся И женился На другой женщине Мужчина доказывает Что бывшая жена Знала о разводе И продала ему квартиру Кто врет А кто говорит правду Решит суд Суд принял решение Иск удовлетворить Признать недействительным Брак Заключенный Между ответчиками Между Габдулхаевым Салтаном Илмурадовичем И Ермиловой Екатериной Владимировной Данное решение Суд выносит На основании Статьи 14 Семейного кодекса Российской Федерации В соответствии С которой Не допускается Заключение брака Между лицами Из которых Хотя бы одно лицо Состоит в другом Зарегистрированном браке В судебном заседании Установлено Что ответчик Состоял в законном браке С истцом Представлены документы Неопровержимые доказательства От брака Имеется пятеро детей Также в судебном заседании Установлено Что ответчик Повторно Вступил в брак С ответчицей Не расторгнув Брак с истцом Это дает Основание для суда Признать ваш брак Не просто Недействительным Но заключенным С нарушением Закона Второй ответчик Екатерина Владимировна Также разъясняю вам Так как вы Не знали О том Что ваш муж Теперь уже Не муж Состоял в другом браке Для вас Также сохраняются Все права И обязанности Предусмотрены Семейным кодексом Но детей у вас нет Но если у вас Имеются какие-то Основания Подавать на раздел имущества То ваши права В этом случае Защищены Решение понятно? Я на раздел Я подам Да Дело закрыто Стань Вообще не трогай Не трогай меня Сказала Решение суда Иск удовлетворить Хорошо, что я приехала сюда Не зря приехала Вернула себе мужа Деткам вернула отца Все Миссию выполнила Худогашку Сегодняшний суд Конечно Мне намного глаза открыл У нас предательство На вранье твое Вот теперь у тебя две жены Я не знаю Разбирайся Конечно не обманывай Я тебя очень сильно люблю Мы жили душа в душу Я и тебя не брошу И детей не брошу Истец Вера Сухотина Требует взыскать Неосновательное обогащение Полученное ответчиком По договору о передаче Детей на воспитание В приемную семью Ответчик Борис Сухотин Утверждает Что все деньги Были потрачены На приемных детей Слушается дело По иску О взыскании Неосновательного обогащения В размере 438 тысяч рублей Полученных ответчиком По договору О передаче детей На воспитание В приемную семью Истец Сухотина Вера Сергеевна Ответчик Сухотин Борис Андреевич Пожалуйста Истец Изложите ваши требования Ваша честь Я хотела бы Мы начали их воспитывать Четвером как собственных детей Все было хорошо Дело в том Дело в том что Дело в том что Позже Он не просто Предоставлю вам слово Меня бил Он меня выгнал из дома Мне пришлось уехать жить к матери Вот Истец У вас иск заявлен О чем Я объясняю почему Откуда взялись эти 438 тысяч Сейчас я объясню Дело в том что Я уехала жить к матери А он продолжал А дети Получать эти деньги Он не сообщил органу опеки Детей я забрала с собой Всех четверых? Да конечно Я же мать Я забрала с собой детей Естественно Да она не просто их забрала Она их взяла И наглым образом Выкрала этих детей В смысле выкрала Я пришла в школу Взяла в школу И забрала детей Отвеча Привела домой своих детей Помолчи Мать не может украсть своих детей Отец не может украсть Ты между прочим Привел домой любовницу Ваша честь Он сразу привел любовницу Когда меня выгнал А мы еще даже не развелись Все это неправда абсолютно неправда Никакой любовницы не было Так отвечу Прекратите бухнет Я дам вам слово И вы все расскажете мне. Дайте возможность истцу выступить. Значит, Ваша честь, у меня случилась проблема. Моя мама упала, сломала шейку бедра. Она не смогла ходить, а у меня четверо детей. Деньги мне не перечисляются по договору. Они перечислялись к моему бывшему мужу. Я к нему обратилась, говорю, ну ты хоть пойми меня, отдай мне половину. Мне тяжело, я работаю, у меня зарплата маленькая. Я работаю в государственном учреждении, там платят мало. А в органы опеки попечительства вы обращались? А дело в том, что он не сообщил органам опеки. Он, наоборот, он делал какие-то липовые бумаги, как будто он покупает все детям. Да, абсолютно никаких липовых. Все было официально оформлено, все документы есть. Ну а вы-то обратились в органы опеки? Вы поставили их в известность, что вы разводите, что вы детей забрали. Дело в том, что договор был на него оформлен. И мне сказали, что с этим обращаться в суд именно после того, как мы разведемся. Вы сказали, что брак между вами расторгнут. Расторгнут. Какое решение принял суд при расторжении брака по детям? Суд определил место жительства детей? Дети должны жить с матерью. То есть суд определил место жительства детей с матерью? Мы разбираем сейчас вопрос, который был до развода. То есть вот эти полгода, которые мы фактически не жили вместе, а он сообщил органам, не сообщил, точнее, органам опеки о том, что мы не жили вместе фактически. Он получает деньги. После развода. Дело в том, что мы вот только-только развелись. И все эти полгода, когда мы не развелись, он получал деньги, а дети жили со мной. И вот сколько он получал, я хочу вам сказать. То есть вы хотите, вы просите взыскать денежные средства, которые по договору об опеке получал ваш муж, тогда еще ваш муж, правильно? Да, да. Мой бывший сейчас, и тогда мой муж. А вы в это время проживали с детьми отдельно от него, так? Да. А он что, не помогал детям в этот период? Нет, не помогал. Ответчик, пожалуйста. Да, Ваша честь, я абсолютно с иском не согласен. И считаю, что все это несправедливо, что говорит моя бывшая жена. Ну, изложите вашу позицию. Ваша честь, хочу начать с того, что я сам детдомовский. Когда вообще зашла речь о принятии детей в свою семью из детдома, я сразу же согласился, поскольку я знаю, что такое сиротский хлеб. Вот, и нами было совместно принято решение усыновить двух детей. Дети были, конечно, запущенными. И с детьми я всегда ходил и к логопеду, и к другим специалистам. Со всеми этими заботами я как-то не заметил, что моя жена стала тянуть одеяло в сторону своих детей, которых я, кстати, тоже в свое время усыновил. То есть, если своим детям она покупает все хорошее, из хорошего магазина, а приемным детям и так с китайского рынка ширпотреб какой-то подойдет. Дорогой, у них у всех разные размеры. Не перебивай, пожалуйста, не перебивай меня, пожалуйста. Ответчик, замечание я здесь делаю. Даже доходило до того, что своим детям она давала все кружки хорошие, все секции хорошие, а приемным детям просто тряпка в руки и все. Я просто посмотрел на все это делал, взял и выгнал ее из дома. Она просто не смог терпеть такого обращения с приемными детьми. Нет, детей я оставил себе. Детей он оставил себе, а мать детей выгнал. Да, подожди, пожалуйста, так, Ваша честь, через некоторое время она что сделала? Она просто через три месяца взяла и выкрала детей из школы наглым образом просто взяла и выкрала детей из школы. Ответ, я не выкрала, а забрала из школы. Она мать, еще раз вам говорю. И после этого она подала на развод. Так, хорошо. А вы что стали делать? Вы с детьми общались? Естественно, я с детьми общался. Каким образом вы общались с детьми? Ну, звонил, пытался приехать к ним помочь каким-то образом. Как вы пытались помочь? Поскольку те деньги, которые выдавались мне органами опеки и попечительства, я тратил на своих детей. Как вы тратили эти деньги? Ну, покупал всю им, одежду покупал, предоставлял различные кружки секса. В течение какого времени Ваша бывшая жена проживала с детьми отдельно от вас? В течение полугода. В течение полугода, да. Вот поясните, пожалуйста, суду, каким образом вы общались и содержали детей в течение полугода, пока они не проживали с вами? Ну, я приезжал туда и давал просто деньги. Просто давал ей деньги на то, чтобы она могла содержать этих детей. Вы давали деньги ИСЦУ? То есть вы хотите сказать, что она обманывает? Я хочу сказать, что она обманывает, да. А вы вещи какие-то покупали детям? Конечно, я покупал все, что им было необходимо. Можете ли вы представить суду письменные доказательства? У меня есть документы, да, которые я могу вам предоставить. Вот здесь все чеки, подтверждающие то, что я покупал детям. Передайте, пожалуйста, можно свидетеля вызвать? Он сейчас расскажет, откуда эти все документы взялись. Передайте, пожалуйста, вот это тоже документы. Это документы органов опеки и попечительства о том, что у них ко мне абсолютно никаких претензий нет. Пожалуйста, вызовите свидетеля. Свидетеля с собой идите. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Тихонов Николай Сергеевич. Кем вы приходитесь ИСЦУ и ответчику? Это мои старые знакомые. Это первое. Второе. Объясняю такую ситуацию. Он просто, вот этот молодой человек по имени Борис, сейчас и много уже времени, занимается тем, что спит с моей женой. Да о чем вы говорите вообще? Я договорю, молодой человек, сначала говорю я, мы же договорились, не перебивайте, а потом вы, здесь суд, здесь не балаган. Свидетель. Он спит с моей женой. Свидетель, какое имеет отношение этот факт к предъявленному иску? Сейчас я говорю вам ситуацию. Значит, она владелица магазина. У нее собственная, моя жена бывшая. И просто-напросто этот молодой человек через этот магазин отмывает деньги, полученные на детей. Да как отмывает-то? Я еще раз прошу, подождать, можно вот терпение, потом я... Так, не делайте замечание ответчику. Сейчас расклады... А вы, ответчик, помолчите. Значит, смотрите. Он просто отмывает деньги, полученные на детей. Они эти деньги спускают по злачным заведениям, раз. Во-вторых, есть фото вот здесь, в папке, как они выходят из ресторана. Свидетель не может представлять суду доказательства. Может, я объясняю. Нет, не может. Свидетель не может представлять суду доказательства. Хорошо, я могу еще наполнить вот эти документы. Вот вы можете, хорошо, что догадались. Если это сегодня, благодаря вашей профессиональной юриспреденции, вы разберетесь с этой историей. Потому что дальше уже невозможно. Это я вас очень прошу сделать. Что вы просите сделать суд? Прошу, чтобы вот эта вся грязная история закончилась. Моя жена, хотя и бывшая, она спит с ним. А он отмывает деньги. Это железно. Пригласите, пожалуйста, моего свидетеля. Хорошо. Пожалуйста. Свидетель ответчика, войдите. Вот. Вот об этом идет речь. Об этом человеке. Представьтесь, пожалуйста. А, меня зовут Тихонова Оксана Юрьевна. Это мой бывший супруг. То есть у меня здесь присутствуют бывшие мужья и жены. Да, получается так. Ну, пожалуйста, что вы хотите пояснить по иску? Ну, просто я в курсе, что вот он должен здесь сегодня выступать. Я для этого пришла, чтобы поддержать Бориса. Вот. Собственно, он имеет отношение как раз вот, мой супруг бывший, имеет отношение как раз вот к вере. Вот у них как раз теперь вот гражданский брак, или как это называется. Что же вы, свидетели, об этом не сказали? Я получила такую информацию, что за нами усиленно следят, пытаются что-то пронюхать, что-то сделать. Да не учили, я хочу наставить точно. В общем, я пришла. Свидетель, вы закончили выступление. Я пришла поддержать Бориса в связи с тем, что этот человек тратит все деньги не только на своих детей, но на детей, которых он усыновил официально. Да, все верно. Да. Он занимается только их воспитанием. Что касается там кто-то кому-то какие-то деньги передает. Мой бывший муж уже все волосы себе вырвал из-за того, что магазин мне принадлежит. Он спит и видит себя владельцем магазина, но, к сожалению, все произошло не так. Я уже не сплю давно, пока у него ничего не получается. Ну, касается, зная вот давно уже Бориса, просто и видя, как вот он с детьми проводит время, заботится о них, ведет себя, извините меня, как новосельцев. Мать у них был новосельцев, понимаете? Вот это наш Борис. Действительно, как оно и есть. Я ему искренне, от всей души, можно я скажу? Да, пусть она уже говорит, все не перебивает. Вы говорите, пожалуйста, женщина. Знаете, я сейчас уеду, а вы здесь останетесь все разговаривать. Нет, пожалуйста, не уходите, очень вас прошу. Надо точку поставить в этой истории. Ну, уже невозможно просто. Ну, спасибо. Пожалуйста. Все молчат, выступает свидетель. Здесь у меня есть накладные, что именно в этот день я ездила на базу, покупала одежду, в частности, там была детская одежда. Я позвонила Борису, сказала, какие ему вещи нужны для детей. Да, и попросила его перечислить деньги, сумму по базовым вот этим ценам, не тем, которые есть в магазинах, а чтобы он мог приобрести одежду для детей. То есть через ваш магазин ответчик приобретал вещи для своих детей, одежду? Да, это не много раз-то и было. Вот у меня есть доказательства того, что именно в это число как раз я ему закупила вот эту вот одежду для ребятишек. Я поняла вас, спасибо. Суд удаляется для вынесения решения. Да, конечно. Прошу всех встать. Далее в программе. Это была моя лучшая подруга с детства. Я даже подумала... Поэтому это живет моим мужем. Жена несколько лет работала в Германии. Переезд мужа тоже планировали. Каково же было удивление женщины, когда она вернулась и обнаружила, что муж с ней давно развелся, квартиру ее родителей приватизировал на себя и живет в ней с новой семьей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оглашается решение суда. Иск о взыскании с приемного родителя ранее полученного им ежемесячного денежного вознаграждения и оказания услуг по воспитанию приемных детей, а также пособий, которые были получены им на содержание приемных детей, ставить без удовлетворения. Суд отказывает в удовлетворении заявленных исковых требований, так как истец не является лицом, который вправе требовать возврата данных денежных сумм. Ежемесячное денежное вознаграждение за оказание услуг по воспитанию детей предназначались ответчику, так как именно с ним был заключен договор органами опеки и попечительства. Соответственно, получателем этих денег также являлся ответчик. Требование о возврате ответчикам данных выплат вправе предъявлять только органы опеки и попечительства. Именно поэтому суд задавал вам вопрос, обращались ли вы в органы опеки и попечительства. Если возникает некая ситуация, схожая с вашей, то, конечно, вы должны были поставить в известность органы опеки и попечительства о том, что дети проживают с вами, а ответчик не участвует в воспитании и в содержании детей, если такой факт действительно имел место быть. Кроме того, при рассмотрении данного дела судом установлено, что двое несовершеннолетних детей передавались на воспитание по договору о приемной семье в полную семью с двумя родителями. В настоящее время семья между вами распалась, и дети оказались в атмосфере, которая не соответствует условиям договора. Вы тоже должны это понимать. И вы должны были это понимать тогда, когда принимали решение о расторжении брака. Возможно, в этом случае и досрочное расторжение договора, и дети будут снова возвращены в детский дом. Решение понятно? Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Очень жаль, что денег я не получила. Мне будет очень тяжело воспитывать четырех детей одной, без денег. И, наверное, придется разбираться с органами опеки и, возможно, отказываться от приема детей. Я очень доволен тем, что суд не удовлетворил иск моей жены в взыскании с меня денег. Я буду добиваться того, чтобы дети жили вместе со мной. А жена, поскольку ей важны деньги больше всего, пусть она развлекается вместе со своим любовником дальше. Это самое полезное телевидение. Смотрите внимательно. Сожители – это юридическое понятие. Записывайте. С очень давнишних времен было принято такое решение, что дети, рожденные в течение трехсот дней, после того, как мужчина ушел воевать, они признаются ребенком этого мужчину. Специально для зрителей программы «Дела семейные» – бесплатная юридическая консультация. Каждый день с 14 до 16 на телеканале «Мир». Истец Диана Краснова подает иск о признании недействительной сделки приватизации жилого помещения и просит выселить из квартиры Краснову Наталью Павловну и ее несовершеннолетних детей. Ответчики иск не признают. Слушается дело о признании недействительного договора о передаче квартиры в собственность, то есть сделке приватизации жилого помещения и применении последствий недействительности сделки, а также выселении из данной квартиры ответчика Красновой Натальи Павловны и несовершеннолетних детей. Истец Краснова Диана Романовна, ответчик – представитель департамента городского имущества города Москвы, в суд не явился, позиция передана суду в письменном виде. Ответчик Краснов Олег Дмитриевич и третий ответчик Краснова Наталья Павловна. Истец, пожалуйста, изложите ваши исковые требования. Ваша честь, я прошу признать эту сделку недействительной и вот эту мадам выгнуть из нашей квартиры. Дело в том, что я пять лет находилась в Германии, работала там по контракту, недавно вернулась обратно в Москву к своему мужу. К бывшему мужу? Уже, да, как оказалось, к бывшему мужу. Дело в том, что я прихожу, смотрю, они живут уже вместе. Когда был заключен брак? Да, вот давай. Десять лет назад. А когда развод? А развод? А развод был два года назад. Я не знала про этот развод. А вы не знали? То есть было вынесено заочное решение? Когда вы уехали в Германию? Вы встречались, виделись, навещали друг друга? Конечно, он часто приезжал ко мне в Германию. Как часто он к вам в Германию приезжал? Ну, примерно раз в четыре он приезжал ко мне в Германию. За пять лет четыре раза он приезжал к вам? Да. Понятно. Вот у меня, Ваша честь, у меня даже вот документы есть. Какие у вас есть документы? Вот маршрутная квитанция. Дело в том, что когда он приезжал ко мне в Германию, я сама лично оплачивала вот эти билеты. Для чего я вообще оплачивала, если он утверждает, что мы уже разошлись на это время. Я просто в шоке осталась. Зачем мне своему бывшему мужу оплачивать? Ты маршрутной квитанции какая? Сколько времени назад? Ну, последний раз он как раз приезжал три года назад. Дело в том, что он уже не приезжал, поскольку он здесь уже начал учить немецкий язык для того, чтобы продать квартиру и переезжать ко мне. Для того, чтобы он продал быстрее эту квартиру, я написала доверенность, чтобы он стал владельцем, единственным владельцем квартиры, чтобы побыстрее он мог продать эту квартиру. То есть у вас была муниципальная квартира, которая не была приватизирована на момент вашего отъезда, правильно? Да, правильно. Перед вашим отъездом вы что сделали? Вот, написала доверенность. Доверенность, это понятно. Отказ от приватизации вы писали? Да. Квартира была приватизирована, вы вдвоем были зарегистрированы в этой квартире? И квартира полностью была? Да, до этого квартира, вот эта квартира была моей маме. Моя мама там жила. Я в этой квартире все детство прожила. После того, как я вышла замуж за него, он тоже прописался в этой квартире. Она, вот моя бывшая подруга, мне все это время писала, что Олежка меня ждет, вот ваша честь. Я могу вам переписать. Не все время, не ври, пожалуйста. Она мне писала, что все время мы общались, она мне писала, что Олежка мне верен, Олежка меня ждет, ваша честь в этом уже и в распечатанном виде, что он меня ждет, что уходит на курс немецкого языка, что он уже собирается ко мне. Они, получается, они вдвоем, получается, меня обманывали для того, чтобы владеть моей квартирой, чтобы они проживали там вдвоем. А когда вы дали этот отказ, вернее, согласие на приватизацию на имя вашего мужа до вашего отъезда? Нет, не дома, нет, вовремя. Я уже находилась в Германии. Вы уже были в Германии и дали согласие? Да, он развелся со мной. Я даже понятия не имею, что он получил развод. Я когда приехала, смотрю, у них уже двое детей, они вместе живут. А, так именно этих несовершеннолетних детей вы хотите снять, просите суд снять с регистрацией? Конечно. То есть в браке ответчиков рождены двое детей? Да, я знаю об этом. Скажите, а вы оспаривали заочное решение суда о расторжении брака? Нет, я не успела. Вы не стали оспаривать. Хорошо, пожалуйста, передайте через судебную приставу документы. Спасибо. Что там, Голхун, ты тебя выгнал, да? Так, ответчики. Молчу. Начнем с того, признаете ли вы иск? Нет, я не признаю ни иска. И то, что сказала сейчас Диана, это полностью вранье. Я вам сейчас все расскажу по порядку. Кому принадлежал, вернее, кто был зарегистрирован в квартире, который был... Когда были зарегистрированы я, Олег Дмитриевич, и... До того, как вы были зарегистрированы, кто был зарегистрирован? Откуда эта квартира вообще взялась? Это муниципальный найм. То есть изначально... Я понимаю, что это муниципальная квартира, коль скоро она была приватизирована. Да. До того, как вы там были зарегистрированы. Каким образом она оказалась у истца? Ну, я эту историю не могу вам сказать, потому что никогда не вдавался вот в эти подробности, потому что... Я вам скажу, исходя из документов, действительно, мать истца была зарегистрирована в данной квартире. Имеется выписка из лицевого счета домовой книги квартиры. Были зарегистрированы истец-матерью. Потом мать действительно уехала и зарегистрирована в Твери. Вы были зарегистрированы в этой квартире. То есть фактически эта квартира, ну, в ней жила ваша бывшая жена. Я всю жизнь там живу, в этой квартире. Теперь эта квартира приватизирована на ваше имя. Да. Вот поясните мне, пожалуйста, на каком основании ваша бывшая жена, истец, отказалась от участия в приватизации? Когда я приехал к ней через два года после того, как она уехала в Германию, вот как раз поговорить по этому поводу, она сказала, говорит, мне квартира не нужна. Конечно. Можно я, да, скажу, конечно. Конечно, зачем квартира в Москве? Да. Она сказала, что я... Она там начала жить с немцем. Что? Вот. И говорит, давай так, ты будешь приватизировать ее по закону. Я напишу тебе необходимую доверенность, да, для того, чтобы ты мог ее в единственном числе приватизировать без меня. А ты мне заплатишь отступные. Два миллиона рублей. Заплатили? Да. Вот. Я как раз отдал Наталье Валерьевне деньги. Два миллиона. Потому что, ну, переводить... Она говорит, зачем мне в Германии ты будешь переводить? Маме нужны срочно деньги, давай ты его туда. Откуда у тебя два миллиона? Какая тебе разница? Большая разница. Откуда два миллиона? Когда была приватизация? В 2015 году. В 2015 году была приватизация? Да. Соответственно, для того, чтобы она написала доверенность, моя уже бывшая на тот момент супруга, потому что развелись... Она об этом знала? Знала, конечно. Она сама мне, я приезжаю к ней в Германию, говорит, знаешь, ну, ко мне, к тебе чувства остыли, я тут уже, ну, не стала ломать комедию, говорит, я познакомилась с немцем. Да иди живи с моей подругой. Подожди. Естественно. И к квартиру вам. Она говорит, я посмотрел закон, и ты можешь развестись без моего участия, поэтому ты разводись, и говорю, а квартира что? Говорит, я пока подумаю. А если ты приезжала ко мне в Германию, почему я не подписала, что развожусь с тобой? А зачем ты приезжала ко мне в Германию? Это не требуется. Не требуется. Конечно, не требуется уже. А потом ты мне говоришь, я придумала, покупаешь мне билет, чтобы я прилетел, и мы обговариваем вот эту историю. А почему я тебе покупаю билет, а не ты сам покупаешь билет? Естественно, как вы хорошо ведете процесс. Извините, ваша честь, я просто не могу молчать. Отдохну, вы сядете сюда, будете допрашивать ответчика, он будет отвечать на вопросы, а я потом приду и вынесу решение. Да пусть она его и вынесет, чего уж тогда? А вы вообще, ответчик, вас-то как раз я сейчас и не спрашиваю. Ну так... Так вы все, поговорили? Я прилетел в Берлин, она сказала мне, что я, ну как бы, хочу, чтобы ты приватизировал ту квартиру, которая есть, потому что ты там прописан, и я прописан. Но она уже сказала, и жила счастлива в этой квартире с ее подругой. Она уже как раз именно так и сказала. Но, к сожалению, это было не в том, да, не в той тональности. Почему, к сожалению? Ну, потому что она, когда я приехал в Германию первый раз, я ее застал с Гоханом в квартире. Гохан это кто? Это ее гражданский немецкий муж. Гражданский немецкий муж. Да, для этого она, в принципе, она для этого туда и поехала, на самом деле. Но за это вам отдала свою долю в квартире. Ну как, ну мы же ее выкупили, да, за 2 миллиона она отдала. Подтверждение, что вы ее выкупили. Вот, договор купли-продажи гаража и договор купли-продажи комнаты. Когда было? Тоже в 2015 году. Денежные средства, подождите, истец. Денежные средства, вырученные от продажи этого имущества, вы передали ИСЦУ. Как вы утверждаете? Матери ИСЦУ. Матери ИСЦУ. Да, Наталья Вольфовна. Расписку вы... К сожалению, я... Ну как бы мы... Как можно такие деньги передать? ...обсуждали несколько раз, да, и по телефону, и лично. Ну а почему вы расписку-то не потребовали? Да, ну потому что дурак, потому что дурак, потому что я не думал, что... А как вы можете объяснить, что вот здесь имеется выписка, где-то я тут ее видела, да, выписка, что вы, что истец вам перечислял денежные средства. А она перечисляла их для того, чтобы я их передал ее матери, потому что у нее не было карты этого банка, и все, то, что я прошу. А не получается ли вы, что вы просто воспользовались ситуацией? Я? Нет. Ваша честь, мне, пожалуйста, я обращусь. Второй ответчик, слушаю вас. Я хотела бы подтвердить слова Олега в первую очередь, о том, что деньги были переданы матери Дианы, почему не была взята расписка, только потому что они очень сильно доверяли друг другу. И на самом деле, я честно говоря, это была моя лучшая подруга с детства. Я даже подумать не могла. Поэтому ты живешь моим мужем. Что вы можете увезти у нее мужа? Ну почему я не увела у нее мужа? А что ты сделала? А что вы сделали? Она изначально поездила в Германию, она нашла там себе мужчину. Даже если я нашла мужчину, ты живешь своим мужем. Ну вот смотрите, истец утверждает, что вы писали ей до последнего дня, какой верный. Это не правда, до последнего я не писала. Изначально мы переписывались, да. Потом, конечно же, нет. Ну дата-то указана в переписке. Вы уже в браке находились и писали, что... Я не писала ей тогда уже. У меня нотариально передо мной лежат распечатки нотариально заверенной перепиской. Зачем вы вводите суд в заблуждение? Вот, пожалуйста, все имеется. Истец захватит со мной вместе разговаривать. Я вам задаю конкретный вопрос. Зачем вы истцу писали, что отвечик хранит ей верность, если вы уже с ним состояли в браке? Вот вы можете мне ответить на этот вопрос? Что, не хватало смелости сказать, что ты живешь с моим мужем? Ну, может и не хватало. Не можете ничего ответить? Нет, не могу. Могу только ответить то, что... Суд удаляется для вынесения решений. Прошу всех встать. Оглашается решение суда. Иск о признании недействительным договора передачи жилья в собственность приватизации, как заключенному под влиянием заблуждения, оставить без удовлетворения. Иск о выселении из квартиры супруги бывшего мужа, их несовершеннолетних детей, отказать. Ваша честь, а как я буду жить тогда? Я разъясню сейчас решение суда. Суд не признает недействительным договор, который вы оспариваете, в связи с тем, что в судебном заседании истцом не представлено доказательств того, что истец действительно была введена в заблуждение в отношении предмета сделки. В судебном заседании представлены документы, а именно доверенность, которая выдана на имя ответчика, а также было в надлежащей форме составлено согласие на передачу в собственность данной квартиры ответчику. Поэтому у суда не имеется оснований удовлетворить ваш иск. Поэтому в данном случае нарушение федерального закона о приватизации жилищного фонда в Российской Федерации при заключении данного договора о передаче жилья в собственность судом не установлено. Но в то же время суд разъясняет вам, вам истец, и объясняет вам ответчик, что за истцом сохраняется право пользования квартирой. Она имеет право пользоваться квартирой. И вы не сможете в судебном порядке прекратить это пользование. Так как положение жилищного кодекса Российской Федерации о прекращении права пользования и выселения не распространяется на бывших членов семьи собственника приватизированного жилого помещения при условии, что в момент приватизации данного жилого помещения указанные лица, а именно истец, имели равные права пользования этим помещением с лицом его приватизирующим. Именно поэтому, так как истец наравне с вами была зарегистрирована в этой квартире и отказалась в вашу пользу от приватизации, за ней остается право пользования. И с этим вы ничего поделать не сможете. Также я разъясняю вам, ответчик, что вы не вправе препятствовать истцу в пользовании данной квартиры. Что касается отказа в исковых требованиях о выселении ответчицы и несовершеннолетних детей, у вас, истец, имеется только право пользования, вы не являетесь собственником квартиры, а вопрос о выселении может ставить только собственник квартиры. Поэтому ваши взаимоотношения, которые между вами сложились, они никак не могут повлечь признание сделки недействительной. И права распределяются именно таким образом. Решение понятно? Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Я в шоке, я не ждала, что такого решения будет. Они забрали у меня квартиру, теперь я им устрою. Буду я жить в этой квартире, мой муж будет жить в этой квартире, и еще моя мама тоже с нами будет жить. Посмотрят они. Решение справедливо, теперь у нас есть прислуга, как сказала судья. Так что все хорошо. Мы очень рады. Прошу всех встать. В этом суде только дела семейные. Шлюха. Вы что, свечку держали? Слезы отчаяния. Я просто не знаю, что делать теперь. Не плакать, сейчас будем разбираться. Слезы счастья. Необходимо предоставить шанс для сохранения семьи. Спасибо. Смех сквозь слезы. Я, получается, жил все это время с мужиком. Космар. Семейные дела я не собираюсь выносить из дома. Да, дела семейные. Каждый будний день с 15.00 на нашем телеканале. Субтитры подогнал «Симон»